Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем отвечать на вопросы наших подписчиков. И, как вы видели в ленте событий нашего телеграм-канала, наша подписчица Надежда обратилась с очень серьезным вопросом к священнику. Вопрос для священника. Что бы вы могли посоветовать жертве многолетнего абьюза? Как можно продолжить любить ближних и верить и доверять им, если ты всю жизнь рос в очень жестокой семье? Как понять, что Бог тебя безгранично любит, если с самого раннего детства Он посылал тебе такие испытания? Заранее спасибо за ответ. Знаете, друзья, когда каждый раз я слышу от жертв насилия какого-либо, или, как еще вот это модное слово сейчас употребляется, абьюз, рассказы о том, что с ними происходило, у меня чисто по-человечески всегда первоначально, не выключайте, кстати говоря, сейчас на этом месте, возникает такое желание утром прийти в эту квартиру, взять свой офицерский ремень с пряжкой, построить всех вот этих вот обидчиков, и в соответствии с тем, что каждый из них там нанес, дорогой нашей подписчице, надежды применить к ним всю силу такого вот человеческого гнева. И более того, я даже еще найду места из Священного Писания, которые будут цитировать, наказывая каждого из них. Поймут ли после такого наказания люди, что они сделали нехорошо? Знаете, думаю, да, поймут, очень хорошо поймут. И даже уверен, дадут мне обещание больше такого никогда не делать. Но, правда, потом все это закончится, они напишут заявление в полицию, и на следующее утро во всех новостях покажут пастора в наручниках, которого привели на суд для того, чтобы избрать ему меру пресечения. Вот есть такое развитие ситуации. Вообще, конечно, силу можно применять в этом мире. Вопрос только всегда стоит так, а сам ли ты не станешь в этот момент вот этим самым абьюзером, но уже, правда, по отношению к этим людям, которые сами абьюз этот совершили в отношении слабого. А ребенок – это всегда слабый человек. Ребенок многого не знает. Для него родители – серьезнейший авторитет. Хочется сказать удивительно, наверное, такие вещи, что даже в христианских семьях иногда совершается вот это самое насилие, этот самый абьюз. Что может быть причиной такого поведения психически здоровых людей? Почему они так себя ведут? Вот, когда Надежда задала этот вопрос, то я смотрел разные материалы, благо интернет позволяет сейчас это сделать. Вы знаете, психологи говорят, что очень часто абьюзерами бывают вполне психически здоровые люди. Но внутреннее какое-то, вот где-то там в глубине души, у них находится повреждение. И оно достаточно серьезное. Иногда вот эти абьюзеры, которые встречаются в том числе и в христианских семьях, идут на разные хитрости. Они убеждают свою жертву на основании писания, там, например, отцов церкви, на основании священного писания. Так вот, никакие оправдания из священного писания, из отцов церкви, из краткого катехизиса доктора Мартина Лютера не могут никогда служить оправданием для насильника. Потому что само по себе насилие является противоречием слов Иисуса Христа и, в принципе, всего священного писания, которое открывается нам через книги Нового Завета и через слова Иисуса Христа там изложены. Потому что насилие противоречит главному установлению Господа Иисуса Христа. А он говорит «Любите, Бог есть любовь, ибо так возлюбил Бог мир, да любите друг друга». Вот эти все слова священного писания обращены к верующим. И насильник, абьюзер, совершая свои вот эти действия, находя свою жертву, этим словам противоречит. Потому что они являются главным основанием христианской веры, фундаментом упования на Христа является вот эта вот исходящая от него любовь, проникающая в сердце человека. И если в твоем сердце, дорогой друг, нет любви, если ты унижаешь слабого, это первый признак того, что в твоей душе есть какие-то серьезные проблемы. Даже если ты очень давно ходишь в церковь, даже если ты являешься, может быть, лидером какого-то служения или даже священником, это не дает тебе права морально унижать, например, свою жену или своих детей. Если твои дети и твоя жена рыдают после твоих вот таких вот богословских увещеваний, или, не дай бог, ты применяешь к ним свою мужскую руку, ну, дорогой друг, тогда у тебя очень серьезные проблемы. Но вернемся к вопросу надежды. Надежда спрашивает, «Но как же после того, когда я столько пережила вот этих вот унижений и жестокости, мне научиться любить Бога?» Ведь Бог фактически, говорит, надежда, но я перефразирую ее слова, допустил в моей жизни все эти испытания. И вот здесь нужно все расставить по своим местам, чтобы было правильное понимание и отношение к происходящей проблеме. Во-первых, весь мир лежит во грехе, и все человечество в результате грехопадения находится под влиянием этого греха. Даже природа, даже животные, вся тварь, как говорит священное писание, совокупно стинает из-за греха, из-за проклятия, который принес грех в этот мир. И проблема в том, что люди-то в этом мире живут без Бога. Они не хотят его ни слышать, ни знать, ни тем более следовать путем, который он указывает в Священном Писании. А раз человек не хочет, не желает и не слушает, он делает так, как ему угодно. Например, проявляет насилие по отношению к другому человеку. И в том, что кто-то, не верующий, не знающий Бога, отвергающий Его, проявил какое-то насилие, разве есть в этом случае вина Бога? Ведь Бог всячески через Священное Писание, через церковную проповедь, через какие-то различные увещевания хотел обращаться к человеку и рассказать ему, как нужно правильно существовать в этом мире. А человек его отверг. поэтому вины Бога никакой в этом нет. Бог не посылал вам надежды эти страдания. И в этих страданиях вина только тех людей, которые их совершили. Вот это нужно понять. Далее. Бог желает только одного. Чтобы все люди любили друг друга, относились друг к другу уважительно, потому что он сам по себе открывается нам, как Бог любви. Но вот вопрос. Дальше. Я пережила все эти испытания, я стала приходить в церковь, я стала читать Священное Писание, и я вижу в Священном Писании, что Бог призывает любить, меня уже призывает любить своего ближнего. Я никому не сделала никакого зла, сама только пережила его по отношению к себе. И это действительно серьезная такая дилемма, которая возникает у многих людей, особенно тех, кто недавно пришел в церковь. Как же она решается? И есть ли вообще решение для нее? Есть решение. Но человек не сможет самостоятельно взять и простить всех своих обидчиков. Единственное средство, которое дарует человеку возможность изменения. душевного и духовного состояния – это действие Святого Духа. Вот когда человек начинает исполняться Святым Духом, пребывать в Боге, в его жизни начинают происходить удивительные вещи и перемены. Именно Дух Святой дает человеку возможность вот каким-то совершенно необъяснимым способом вдруг простить своего обидчика. Потому что такая будет великая любовь наполнять наше сердце, что мы сами скажем – да прощаю я всех, да не хочу я находиться в какой-то злобе или ненависти, или желании отомстить за свои обиды. Дух Святой – исполнение Духом Святым. А вот для исполнения Духом Святым, конечно, человеку следует открывать свое сердце. Читая Священное Писание относится к нему не как к мертвым каким-то буквам истории или традиций церковных, а именно как к реальному Божьему Слову. Приходя на богослужение, воспринимать его как общение с Богом, слушая слова Священного Писания, участвуя духовно, участвуя в молитве, которую читают священники или все вместе хором, воспевая духовные псалмы, разного рода духовные песни, наполняться в них вот этим вот ощущением божественного присутствия. И в какой-то момент, может быть, во время, когда мы будем принимать уже Таинство Святого Причастия, мы вдруг ощутим в своем сердце, мы даже не будем понимать, в какой момент и когда это случилось, присутствие Духа Святого, который нам и откроет вот эту вот возможность прощать нашим обидчикам. Конечно, любой жертве насилия следует обращаться к психологу. Вообще в христианской церкви не очень такое доверительное отношение к психологии, к психологам, как-то вот каждый пастор там в состоянии разрешить у человека любую психологическую проблему. Но это на самом деле не так. Вообще психология это уже достаточно сформировавшаяся на сегодняшний день наука и пренебрегать ей, но это значит быть человеком не очень умным. Когда человек сталкивается с насилием и получает психологическую травму на протяжении многих лет, здесь без психолога уже не обойтись. И разовая встреча со священником не решит этой проблемы. И опытные священники советуют людям, получившим психологическую вот такую травму обращаться к психологам. И если священник советует обращаться к психологу, это не значит, что он устраняется от решения проблемы. Это лишь говорит о том, что он хочет, чтобы эта проблема последовательно и научно, можно даже так сказать, постепенно в правильном вот таком направлении разрешалась. Конечно, мы все должны молиться за тех людей, которые страдают, молиться за надежду, молиться за тех, ну, о ком мы, может быть, вот я не знаю, но вы знаете, за вашего ближнего. Друзья, желаю Божьего благословения, задавайте свои вопросы, постараемся к ответам на них, привлекать компетентных людей, если у них будет желание и возможность, ну, а если их не будет, я постараюсь найти для вас правильный ответ. Спасибо.